В пределах нашей Элистинской Калмыцкой епархии есть районный центр Городовиковск. Мы постарались успеть, чтобы в 2018 году, когда было столетие убиения царской семьи, подготовить к великому полному освящению храм, тогда строившийся в честь царевича Алексея. Для меня поэтому естественным является быть почаще в Екатеринбурге, где страстотерпцы показали свою верность Христу, где показали пример христианского мужества, как должны вести себя мы все, пришедшие по той или иной причине какие-то трудные обстоятельства. И, конечно же, собор новомучеников и исповедников Русской Церкви – это тот праздник, который, конечно же, он везде сейчас совершается, имеет свой отклик, но в Екатеринбурге здесь есть какое-то свое особое пронзительное звучание. Поэтому мне это лично необходимо для обновления сил моей души, для того, чтобы быть более мужественным, для того, чтобы не унывать, потому что по-человечески, порой сталкиваясь с какими-то проблемами, кажется, что они непреодолимы, и что, может быть, почему вот так именно мне это они достались. И вот необходимо, конечно же, чтобы Церковь наша готовилась к совершению этого торжества в честь новомучеников и исповедников. Я бы сказал, что не всегда и не везде мы проводим это торжество. Порой оно у нас как некое среднее воскресное богослужение, но со своими только лишь литургическими особенностями. А это необходимо, потому что нам жить, нам нужно совершать подвиг нашего дня. И он невозможен без вразумления примером тех, кто был до нас. В этом году символически произошло соединение недели Азакеи, который, будучи важным человеком в свое время очень богатым, он не постеснялся залезть на высокую смоковницу, только чтобы хотя бы издали оттуда увидеть проходившего по улицам Иерихона Христа Спасителя. И за это сподобился того, что Господь подошел к ним и говорит, «Поторопись, Закей, сегодня в дому твоем должен мне быть». И трапезничал вместе с Закеем. То есть тот, кто не постеснялся мнения своего времени, своих подчиненных. Потому что вы представьте себе, взрослый мужчина, начальник налоговой службы, лезет на дерево. Да мы сейчас как бы посмотрели на такого человека? И вот это свидетельство о Христе и небоязнь этого свидетельства, она вдохновляла тех вот память которых мы сейчас почитаем как новомучеников, исповедников. И удивительно, когда они жили во время мирное, дореволюционное, то многие из них, наверное, и даже не думали, что они сподобятся мученических венцов. И некоторые из них вели весьма прохладный образ жизни. Но удивительно, как обстоятельства скорбные закалили их дух, как Господь дал им ту силу, которую они даже и не считали, что они имеют ее. И вот через их смирение Господь явил свою божественную силу. И вот эти вот люди немощные вдруг стали показывать примеры мученического, исповеднического своего подвига. Так что оживали страницы как будто бы мучеников, о которых мы читаем, живших там в первые века христианства. То есть мы удивляемся, как Господь в любые времена может давать своих свидетелей этому миру. И эти свидетели, не боясь, говорят о правде Христовой, говорят о Царстве Божьем, ради которого они отдают своей жизни. А разве нынешние события на Украине, они не удивляют всех о нас, сколько порой критики было в сторону архиереев Украинской Православной Церкви, духовенства, и образований у них недостаточно, и архиереи ходят в парчевых одеяниях, и народ они не знают. А оказалось-то, что вот пришла вот эта вот пора, похожая, как будто это было сто лет тому назад, и архиереи, и священники, и народ Божий, все вместе вокруг своей святой, единой, канонической Украинской Церкви Московского Патриархата. То есть наша Церковь жива, и с нею Господь.